Турбулентность на рынке ГСМ Казахстанская медиа-неделя В столице Казахстана впервые прошел форум «Астана-Медиа-Уик». Рынок ГСМ лихорадит уже вторую неделю. Из регионов жалуются на нехватку топлива. Заместитель Акимал Матэ заявил, что запасов бензина в мегаполисе хватит на 10 дней. Пользователи в социальных сетях пишут о том, что на заправках в областных центрах страны топлива ходовой марки АИ-92 отсутствует. Автолюбители якобы выстаивают огромные очереди, чтобы заправить свои машины. Глава Минэнерго Канад Бузумбаев на неделе заявил, что средняя стоимость бензина по стране выросла на 11%. При этом доля импорта в сентябре достигла 30%. В большей степени это якобы связано с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Однако представители казахстанских НПЗ заявили, что объемы производства бензина не сокращались. Средносочная переработка нефти составляет 15 900 тонн. Производство товарных автобензинов составляет 2200 тонн. Производство дизельного топлива составляет 5000 тонн. Что полностью соответствует планам производства, утвержденным отраслевым министерством. Необходимо отметить, что данный объем является аналогичным объемом завода, что было до капитального ремонта. Между тем, в Министерстве энергетики подсчитали, что стоимость тонны бензина марки АИ-92, который завозится к нам из России, здесь выросла с 517 до 560 долларов. Еще одной причиной турбулентности на рынке ГСМ в отраслевом ведомстве считают корректировку курса национальной валюты. Тенге по отношению к доллару ослабел сразу на 9%, и это повлияло на объем поставок российского топлива в нашу страну. Более того, известно, что курс российской валюты впервые перевалил за психологическую отметку в 6 тенге за рубль. Велика вероятность того, что и этот фактор отразится на цене бензина. Есть тенденция к росту цены. Те компании, которые полностью работают на импортном российском продукте, они уже цены заявили от 151 до 155 тенге за литр. Компании, которые работают частично на отечественном продукте, частично на импортном, они пока еще держатся в районе 147-151 тенге за литр. Конечно же, дальнейшая ситуация будет зависеть от конъюнктуры рынка на рынке Российской Федерации. А вот шеф Асета Магаова, министр энергетики Канад Бузумбаев считает, что цены на бензин стабилизируются к концу октября. Об этом он заявил на заседании правительства во вторник. По информации министра, объем потребления АИ-92 по республике в октябре оценивается на уровне 290 тысяч тонн. Часть этого объема завозится из России. Но уже в ноябре зависимость от российского бензина будет снижаться, заверил Канад Бузумбаев. За счет полной работы всех АЗС в ноябре мы планируем снизить долю импорта по 92-му до 30% в ноябре и до 20% в декабре. И считаем, что в ноябре и дальше декабрь ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября. Что касается очередей на заправках, похоже, что мелким АЗС оказались не по карману новые оптовые цены. Возможно, поэтому они и отпускают топливо в ограниченном количестве. А вот на крупных столичных заправках дефицита нет. Между тем, уже 15 октября Казахстан начинает экспорт своего газа в Китай. Речь идет о поставке 5 миллиардов кубометров голубого топлива в течение года. Договор купли-продажи подписан между Кастрансгазом и компанией Петрачайна Интернешнл. Предполагаемая сумма выручки от поставок около 1 миллиарда долларов. Ресурсная база расположена на месторождениях на западе Казахстана. Также будут задействованы имеющиеся запасы подземных газохранилищ компании-оператора. Местом приема сырья китайской стороной определен пограничный пункт Харгос. Ранее заместитель генерального директора по трансформации и развитию компании Казахстангаз Ирганат Химирханов в интервью нашему телеканалу рассказал, что наша страна намерена увеличить транзит и экспорт газа в Поднебесную до 100 миллиардов кубометров в год. Мы же развиваемся, тем более сейчас должна войти в мощность Биенио-Базон-Шимкент, который по проекту 10 миллиардов должен давать. Сегодня мы можем 5 миллиардов покой накачать, но у нас сейчас строится компрессорная станция на Каразыке. Мы построили впервые с обстановленными сырьями еще 4 компресса на Биенио и в перспективе, если у нас мощность будет нарастать, большая потребность Китая с каждым годом растет, растет. Думаю, не за горами, через год, два, три, четыре и до 100 миллиардов дойдет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следственные органы Российской Федерации сообщили, что начали расследование уголовного дела по статье Организация незаконной миграции. В России она предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Между тем выяснилось, что автобус не числится в базе данных районных и областных управлений пассажирских перевозок. Об этом заявили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области. Мы проверили автобус по районным и областным базам, и он там отсутствует. Но мы не курируем международные транспортные перевозки. Они находятся под Управлением Министерства по инвестициями развития Казахстана. Как стало известно, автобус марки «Мерседес» 1990 года выпуска имеет всего 54 посадочных места. Сообщается, что он просто заглох на путях. Пассажиры якобы даже пытались его вытолкнуть. При этом тормозной путь поезда превысил 700 метров. По данным Пресс-Службы Министерства по инвестициями развитию, владельцем автобуса является житель Сарагашского района Досшанур-Сгильдиев. Нашим корреспондентам удалось дозвониться до него. Мы интересовались, проходил ли автобус положенный техосмотр. Однако хозяин транспортного средства оказался не особо разговорчивым. Техосмотры, вы кем божал послал автобусом техосмотра? А еще ранее, во вторник, казахстанцев потрясла очередная авиакатастрофа в Алматинской области. Она унесла жизни пяти человек. Самолет санитарной авиации упал в 28 километрах от Алматы. На его борту летели врачи, которые спешили на помощь роженице в Шымкент. Все подробности в нашем следующем материале. Из аэропорта Алматы самолет вылетел в 18.35 и набрал нужную высоту в 3050 метров. В 18.47 радары зафиксировали несанкционированное снижение. В 18.53 воздушное судно уже исчезло с экранов радаров. Позже его обнаружат на территории крестьянского хозяйства в Велисском районе Алматинской области. Как рассказали в авиакомпании «Иствинг», пилоты с диспетчером не связывались. Никакой информации во время 12-минутного полета они не давали. Президент авиакомпании Виталий Масолитин исключил возможность проблем у двигателя. Самолет имел сертификат летной годности до июля 2018 года. Процедура сертификации летной годности воздушного судна разработана комитетом с участием специалистов по конкретному воздушному судну. Есть так называемый чек-лист, то есть это перечень вопросов, на которые надо ответить при проверке документации на этот самолет, при проверке систем самолета и так далее. Все вот эти вот параметры, которые и определяют летную годность, они отражены в этом чек-листе. Мы в рамках работы государственной комиссии предпримем все меры для полного объективного расследования. Мы планируем также промежуточные результаты работы нашей комиссии доводить до общественности, до СМИ. По словам начальника инспекции по безопасности полетов аэропорта Алма-Аты Виктора Аушева, черный ящик сгорел и восстановить его в Казахстане невозможно. Теперь для полной расшифровки он будет отправлен в Москву. Все фрагменты и обломки самолета также будут отправлены в Межгосударственный авиационный комитет. Между тем, женщина, на помощь которой и вылетел самолет с врачами, по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Она поступила в больницу с подозрением на вирусный гепатит, переходящий в цирроз. Новорожденная девочка стала шестым ребенком 30-летней роженицы. 3 октября поступила заявка из областной клинической больницы города Шимкент на пациентку 87-го года рождения, тяжелую пациентку, 16-е сутки после родов. Послеродовой период протекал очень тяжело. Состояние было крайне тяжелым. Решался вопрос об оперативном вмешательстве. Всего в авиакатастрофе погибли 5 человек, 2 члена экипажа, авиатехник и 2 профессора медицины. Коллеги и родные погибших вспоминают их как профессионалов своего дела. Это уже четвертый случай падения самолета за последние 3 месяца. Почему подобные инциденты участились и что вообще происходит в отрасли малой авиации? Ответить на этот вопрос мы попросили исполняющую обязанности заместителя председателя комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Тоте Амирову. Добро пожаловать, Тоте Сергеевна. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы и принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, вот буквально на днях, комментируя вот эту трагедию, которая произошла под Алматы, Вы написали у себя на странице, что в Казахстане очень сложно летать иностранцам. Хотелось бы узнать, как пилот, чем Вы это обосновываете? Дело в том, что территория Казахстана достаточно большая. Но прежде всего, прежде чем ответить на этот вопрос, конечно, я бы хотела выразить свое соболезнование семьям погибших в последней авиакатастрофе, надеюсь, последней уже. Тем более, что родственников профессора Пацаева я знаю. И это один из летчиков Аэростаны, его племянник, который выучился за границей, сейчас летает. И один тренинг-менеджер, тоже его племянник, он работает в Аэростане, я с ними знакома. И это очень, конечно, такое скромное событие. И это череда событий, это, в принципе, закономерность, так скажем. Да, это уже не закономерность, но четвертое случилось всего за три месяца. Это не только за три месяца, это с начала года тоже идет. Просто три месяца, которые мы всю информацию даем полную, обо всем погибшим, не погибшим, любые авиационные события, происшествия, мы даем сейчас все в открытую. И поэтому, вот, хотелось бы еще сказать насчет вашего вопроса, сложно летать, да, например. Действительно, наша территория огромная в Казахстане, и у нас климат в разных частях, в разных областях, он разный. Рельеф у нас тоже разный. То есть и горные есть, и высокие горы есть, и у нас есть и степи, и резкоконтинентальный климат, минус 40, плюс 40. То есть не все, допустим, иностранцы, которые сюда приезжают, они могут сразу справиться и адекватно реагировать с нашими географическими, с нашими географическими положениями или нашими погодными данными. Ну, воздух же один как бы, да? Нет, 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 воздух не один, но и везде разные, да, конечно. Это нужно иметь определенную подготовку. Горные аэродромы обязательно требуют определенную подготовку. Кстати, про горные аэродромы. Вот тот случай, который имел место летом, да, когда погибли курсанты, инструктор летного училища, там говорилось, что они не учли особенности именно горного аэродрома. Можете вот подробно разъяснить, что это? Дело в том, что я хотела бы на этом случае остановиться вот поподробнее. Вот смотрите, дело в том, что почему мы остановили сертификат этого учебного центра. Вот, например, Академия гражданской авиации, это структура Министерства образования. Академия гражданской авиации создает ТОО при Академии, оно в большей части акции этой ВТО является частным. И они там ведут летную подготовку курсантов. И произошло три авиационных события за буквально короткий период. То есть одно событие, нам курсант прислал фотографию, где самолет стоит уткнувшись в поле, разломанный передней стойкой, но курсант, слава богу, остался жив. Но согласно по нашим документам, в течение 24 часов они должны срочно отправить телеграмму первичное сообщение о том, что произошло, жив ли курсант, что произошло с самолетом, со всеми данными и так далее. Это было скрыто. От нас это было скрыто. То есть мы не обо всех еще ЧП знаем? Нет, конечно, вы не знаете обо всех. Просто мы об этом сообщаем только то, что мы действительно официально узнали. Второе событие. До 24 июля происходят следующие события тоже. С этим самолетом ТОО, который при Академии. Курсант тоже летел на этом самолете. Он где-то в поле сел, тоже куда-то вылетел за пределы маршрута. И его нашли живым. Но самолет, конечно, разломан. И об этом они, конечно, нам сообщили. Это второе событие. Третье событие. 10 августа уже произошло на аэродроме Озем. Это частный аэродром в предгорьях Алатау, где погибли курсант и инструктор. Конечно, после этого, например, я срочно запросила все документы. Мне непонятны были некоторые документы. Сколько часов, например, у инструктора было. И какие инструкторы вообще были там. Потому что, конечно, потому как выбор аэродрома был, горный аэродром, он выбран был, естественно, неправильно. Потому что для учебных полетов горный аэродром не подходит этот раз. Во-вторых, по икаусским параметрам длина полосы должна быть 1200 метров обязательно. Ширина полосы должна быть 30 метров, а там длина полосы 800 метров и ширина 22 метра. То есть также находится поселок с одной стороны. Когда аэродром с двух сторон, учебный аэродром не должно быть до 2000 метров, вообще никаких населенных пунктов. Там очень-очень много вопросов. Почему не было пожарной машины? Почему не сообщили? Почему диспетчер не сообщил вовремя? Почему маяк не сработал? Если бы маяк, допустим, сработал, или его там не было, этого маяка, конечно, комиссия должна разобраться. У нас очень было очень много вопросов. И, естественно, я запросила все данные инструкторов, на чего, естественно, никакого ответа не получила. Вторую телеграмму, третью телеграмму. Но через неделю уже после того, как они игнорируют власти авиационной, мне пришлось остановить эту кампанию. Но, насколько сейчас известно, вы везде видите, какую они устроили, скажем так, информационную атаку и травлю, как говорится. Но если происходят три случая буквально за короткий период, три самолета разломано, одно вообще сгорело, то в таком случае это закономерность. Значит, мы должны остановить. И это не важно, что у компании там не освоение денег и средств. Жизнь человека – это самое важное. И никакие финансовые средства не оправдают, если безопасность полетов не будет соблюдена. И я могу заверить, как представитель комитета гражданской авиации, нового состава, что если не будут соблюдаться эти меры, мы будем останавливать сертификаты, мы будем останавливать полеты, и это продолжится. То есть мы должны все-таки влиять. Потому что вы видите, что информационная вот эта открытость, которую проводит сейчас министерство, а также комитет гражданской авиации, оно направлено для того, чтобы также воздействовать, и чтобы общество знало, и чтобы мы приняли меры. Потому что мы знаем об этом, да. Вот у меня такой вопрос, вот вы упомянули о трех случаях, и у меня сразу же возник такой вопрос. Насколько мне известно, у этой академии самолеты, вот эти, да, учебные самолеты, они сравнительно новые же. Почему так происходит, что сразу вы говорите, три случая, что они выходят из строя? Дело в том, что для обучения профессионалов-пилотов, согласно документу ИКАО 9401, прописано, что для обучения курсантов-профессионалов не должны использоваться сверхлегкие самолеты. Сверхлегкие самолеты, это самолеты до 750 килограммов. Эти самолеты весят где-то 300-400 килограммов. То есть они не должны были использоваться для обучения курсантов-профессионалов. А для чего они предназначены? Они предназначены в основном для любителей, для любительской авиации, например. Для первоначальной подготовки не профессионалов, допустим, летчиков, а может быть есть же пилоты, которые не обязательно идут в большую авиацию, а есть, которые будут летать на небольших воздушных судах, допустим. Для любителей? Ну, для любителей. Но там так написано, что для пилотов и профессионалов. И сразу же у меня вопрос по вот этому упавшему Ан-28. Вообще, насколько я знаю, что возраст этого самолета 27 лет, по-моему. Насколько это считается продолжительным возрастом для воздушного судна? И вообще, какой срок жизни, допустим, самолета, средний срок эксплуатации самолета? Знаете, вот сейчас идет в основном информационный такой взброс, что якобы воздушные суда, как бы они там стары не были, если хорошо их отремонтировать, то в таком случае они могут летать вечно. Но дело в том, что даже если вот конструкторское бюро, например, Антонова, если владелец приносит такую бумагу, что он отремонтировал самолет, и все запчасти поменял, и так далее, и так далее, конечно, мы должны выдать сертификат, и мы так и делаем, но вы же сами понимаете, что если воздушного судна более 25-30 лет, любой металл имеет свойство стареть. Усталость металла это называется. И в любом случае оно не может, вот даже если ваша машина, которая ездит на земле, будет просто стоять в гараже 30 лет, она все равно заржавеет. Понимаете? То есть какие-то невероятные нужные условия создать. То есть если я вас правильно понимаю, у нас парк устарел. 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 И физический, и морально. Именно вот в малой авиации парк устарел. Есть, конечно, частники, которые покупают для себя новые вертолеты, и самолеты легкие, сверхлегкие. Есть, конечно. Это тоже неплохо, когда приобретают новые вертолеты, самолеты. Но это частники, которые. Но вот именно на использовании вот такой авиации, которая вот санавиация или вот в народном хозяйстве, конечно, самолеты, они уже возрастные. Как вы считаете, нужно ли нам брать, властям Казахстана, брать в свои руки, допустим, производство каких-то вот таких... Региональных, допустим, да. Региональной авиации, да. Специальных, выполнение специальных задач, да. Насколько я помню, когда-то была информация, чтобы там наладить сборку каких-то канадских, по-моему, самолетов компании Embraer. Были такие разговоры. Что с этими проектами стало? Дело в том, что, вы знаете, производство самолетов – это достаточно трудоемкий и долгий процесс. И для строительства таких заводов обязательно должны быть инженера, да. Это не те инженера, которые нужно заправить самолет, там технический осмотр провести, там где-то какие-то формы сделать технического обслуживания. Это должны быть действительно высокого уровня квалификации инженера. Это во-первых. Во-вторых, чтобы мы построили завод, надо еще несколько лет, правильно? Потом нужно этот самолет, чтобы получить сертификат типа, нужно, чтобы этот самолет или эти самолеты отлетали сколько-то часов. То есть получается, что мы должны где-то 7-8 лет там сидеть и ждать, когда мы выпустим этот самолет. И он действительно будет пригоден или нет, это тоже под вопросом. То есть, как говорится, надо подходить к этому прагматично. То есть получается, каждый самолет полученный, он еще должен какое-то время налетать, чтобы получить сертификат. Обязательно. И вот когда вот такие разговоры идут, я говорю, ну слушайте, если у вас есть 300 миллионов долларов, чтобы построить этот завод и ждать еще лет 5-7 и так далее, почему мы не можем за эти 300 миллионов, вот, например, есть определенные региональные самолеты, стоящие, допустим, по 10 миллионов, но давайте мы 30-50 самолетов купим, и мы можем уже весной возить, допустим, туристов в тот же Ушарал, или мы можем возить там региональную авиацию развивать, там, Баянаул слетали, Боровое слетали, и вот мы можем сеть этих самолетов, допустим, проставить по областным центрам. Вот сейчас мы, конечно, развили, да, вот Астану связали со всеми областными центрами, теперь областные центры, если мы свяжем со всеми, допустим, небольшими городами, да, и мы охватим всю страну, почему нам это не сделать, когда мы можем вот просто купить это, почему мы обязательно должны построить что-то, потом мы не поймем, куда эти деньги делись, и вообще будет ли этот завод, на самом деле, может, это вообще будет какой-то очередной коррупционный скандал. Ну вот у нас же была создана компания, да, Хазахер, которая выполняет региональные именно полеты, и в их парке, насколько я знаю, самолеты вот как раз регионального масштаба, которые летают на короткие расстояния, да, это можно называть их малой авиацией или нет? Они не малая авиация, это считается региональной авиацией, но, насколько я знаю, все самолеты у них арендованы, три самолета, насколько я знаю, и все они три арендованы. То есть я предлагаю, что нужно купить самолеты и закрыть эту тему, надо просто покупать, понимаете, многие страны просто покупают эти самолеты, она даже дешевле, когда она идет, нежели в аренду или финансовый лизинг. То есть купили эти самолеты, да, это же, вот смотрите, это же летающие мини-заводы, которые в тот же день начинают уже приносить доход. То есть территория у нас большая, у нас действительно, вот, допустим, я поддерживаю Дмитрия Абасовича Душимова, который говорит, что мы же можем вообще транспорт развивать для Казахстана, вот это основной, как бы, момент, не сколько там строительства чего-либо, а мы можем транспорт ввести на очень высокий ранг, при котором территория-то у нас это позволяет, чтобы действительно развивать авиацию. Вот, а потом, вот смотрите, мы сейчас Нурлужол развиваем, да, вот, слуха-то километров, по 500 километров мы строим дороги, да, чтобы построить там 20 региональных аэропортов, то есть это по 2-3 километра взлетную полосу, допустим, построить, это, допустим, на 50 или там на 20 аэропортов, это всего сколько километров? 100 километров, да, или там 150 километров. Неужели мы не можем построить эти взлетные полосы? Там же для региональных аэропортов не надо там несколько слоев, допустим, взлетную полосу такую делать, при которой сажают тяжелые самолеты, это совсем действительно нескольких слоев. А тут они намного дешевле выйдут. И у нас, в принципе, такой план уже так есть, вот по, и согласно этого Нурлужол, вот есть такие планы, чтобы, да, региональную авиацию, мы сейчас вот с самолетом... То есть комитет гражданской авиации предлагает, что дешевле летать самолетами, чем строить дороги? Не, ну, надо одновременно, почему нет? Но есть же районы труднодоступные, допустим, чем 500 тысяч километров строить дороги, но мы же можем построить 2-3 километра полосы и летать на этом самолете, правильно? То есть и связь быстрее, и почему нет? Да, вот такое у нас, да, так не надо. Ну, хорошо, Татя Сиркозина, очень большое спасибо, что нашли время. К сожалению, у нас время немножко ограничено, эфира. Напомню, что у нас сегодня в гостях была исполняющая обязанности заместителя-председателя комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Тоте Амирова. А в завершении выпуска еще одна новость. В столице Казахстана на неделе прошел форум Astana Media Week. Он проводится в республике впервые и нацелен на кооперацию и налаживание сотрудничества между частными продакшн-студиями, региональными и республиканскими СМИ. По словам организаторов, форум позволит выявить наиболее острые проблемы отрасли и выработать рекомендации и механизмы их решения. Отметим, что в открытии мероприятия принял участие министр информации и коммуникации Даврин Абаев. Он отметил важность медиа недели в столице и выразил уверенность в развитии отечественных СМИ. Дорогие коллеги, у меня нет никаких сомнений в том, что достигнутая в рамках нашего мероприятия концентрация идеи интеллектуальной и творческой активности даст дополнительный импульс к стремительному развитию медиа отрасли. В целом, проведение такого масштабного события не случайно является закономерным следствием возросшего внимания государства и общества к проблемам массовых коммуникаций. Именно идея проектов, сами проекты, они достаточно уникальны. Там практически нет каких-то заимствованных проектов из России или за рубежа, что тоже важно. Я думаю, что совсем скоро наши казахстанские телеканалы будут на достойном уровне и мы не будем уже смотреть российские каналы или там еще что-то. Я думаю, что наши зрители будут смотреть все-таки отечественное ТВ. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok